друзья всем привет первый мой прямой эфир решила записать вот навела у себя на лице театр кабуки очередной собираюсь на работу и решила ксюш привет привет рыжик и решила записать видео потому что вчера я выложила пост про то как пылесосить воздух я увидела случайно вконтакте это у какого-то парня сейчас к сожалению не помню у кого и решила провести эксперимент честно не думала что будет такой эффект вот и не все поняли как это делать как пылесосить этот собственно говоря воздух вот и сегодня я это решила сделать уже днем но я вам советую всем вот честно прямо прошу вас даже это сделать тоже дома попрактиковаться но советую делать это вечером вот почему сейчас мы посмотрим как собственно говоря это все происходит берем пылесос снимаем с него щетку остается такая вот кругленькая штучка берем обычно медицинскую маску вот я вам покажу старую вчерашнюю вот это вот черное пятно где она твои увидите то есть это то что вчера было на улице это было вечером был ужасный вчера туман но это не туман друзья вот то что сейчас мы посмотрим дальше что будет нифига это не туман как бы нам не говорили что-то испарение от енисея там еще не знаю что вот темное пятно это то что на улице вот рядом и не знаю будет видно или нет только более светленько это то что у нас в квартире я после этого начала смотреть мойки воздуха домашние потому что ну завтра я не могу переехать хотя планирую это естественно то есть отсюда надо сбегать вот и в общем пока тут живу решила хотя бы мойку воздуха купить короче берем пылесос берем извиняюсь берем чистую вот такую медицинскую маску обычную прикладываем это все дело пылесосу и выставляем на вот короче вот так вот это все выглядит вот зачем я это делаю этот вот детский сад весь ньютон парк не знаю будет не слышно меня но чтобы лицо сработает если не слышно напишите что не слышно вот друзья чтобы мы увидели своими глазами вот этот интерактив все равно это гораздо более действенно чем ну скажем все другие методы потому что вчера вот честно говоря мне там начало трясти у меня миша привет сто лет себя не видела вот у меня вчера то есть блага куча продуктов хотела приготовить суп но честно после этого эксперимента у меня просто начало трясти мне прям стало реально страшно мне раз хотелось вообще чем бы то ни было заниматься что-то там готовить не готовить вот и если вы это сделаете причем желательно вечером ребята я уверена что он вы как бы не забудете этот эксперимент привет привет дорогая леночка вот и особенно если вы понюхаете то что осталось на маске после вот этого вот ньютон парка как я тоже назвала то ну как бы я надеюсь что ваша гражданская позиция будет как бы еще более сильная надеюсь что она у вас есть вот и во первых ну как бы сейчас все призывают участвовать в митинге 7 апреля конечно и в нем надо участвовать я вообще и за всякие разные одиночные пикеты за любые акции абсолютно потому что у нас в наших соцсетях сейчас сплошные там кура гречка я в спортзале я на пляже я гуляю все это хорошо мы все ставим друг другу лайки ну скорее потому чтобы просто сказать дать понять что друзья я с вами как бы я по вам скучаю я рада видеть хотя бы в соцсетях как растут у вас дети что у вас происходит но мы ставим эти лайки как бы на автомате я считаю что это как бы не супер интересно но меня радует что сейчас очень много народу стало делать посты как раз на экологическую тему абсолютно вот на что у вас хватает фантазии вот вы можете абсолютно по-разному привлекать внимание к этой теме сейчас многие постят фотографии с масками там я хочу дышать и все такое я лучше воздух пылесошу очень нужно привлекать к этому внимание куда перебираться от маша привет кстати тебя тоже так сказать сто лет не видела куда перебираться лен я не знаю я вот думаю что мы тут травимся уже 30 лет до примерно и хотелось бы немножко оздоровиться я очень хочу попробовать пожить на море я не знаю получится мне это или нет много причин сейчас как бы останавливает хотя все это конечно отговорки потому что ну на самом деле многие же люди просто все бросили и убежали уехали отсюда потому что вот то что вчера я увидела на этой злосчастной маски но это просто здесь нельзя жить реально засрали все такой прекрасный край с тайгой с рекой с ну просто прекрасные места со столбами мы просто все засрали я не думаю что что-то изменится мы шульда одну полный трешат вот надеюсь что получится сохранить прямой эфиры он будет доступен вот и я бы хотела да попробовать пожить на море где-нибудь мест на самом деле в россии вот ну не так уж много я считаю что надо конечно вообще валить отсюда нафиг маш привет да и про исследование сейчас не хочу как бы ну что-то говорить дал потому что может быть не получится я про это думаю не только про маску но и там про другие какие-то вещи обязательно буду все это показывать вот ну что мы тут уже очень долго пылесосим кстати да я просто думала запускать прямой эфир этот или нет сохранять его или нет потому что то что я напылесосила вначале без съемки там как бы особо ничего не было видно да было темное пятно но не такое как вчера потому что вчера я зашла в ленту где-то в 9 часов было так знаете воздух такой как бы средненький конечно грязно все воняло но через 15 минут я туда вышла и там просто был пиздец вот я извиняюсь просто было не видно ну не знаю вот метров 100 уже не видно то есть был ужасный туман ужаснейшая вонь за 15 минут ну невозможно это что печь начали в покровке там топить или но это бред леночка да я просто читала как-то исследование такой обычно это ученые тетеньки про красноярск кстати давно вот это вся как бы экология наши наш воздух то что вот эти черти все чиновники то что они живут в соснах ну и хорошие люди тоже живут соснах в удачном это не спасает то есть вот плохая экология на распространяется около 100 300 километров радиус на самом деле вот и вот короче так то есть если из норильска там доходит срач до европы грубо говоря они там бедные жалуются все вот короче ничего нас не спасет надо ехать всем на море да и радая я не то штахнула игру меня просто трясти начало ну что общем выключаем пылесос закрываем окно там еще все уши мои продует так короче вот смотрим друзья вот такая вот хрень то есть было все вы не знают видно нет но это просто трэш вчера а вот такое же черное пятно было буквально за за минуту чуть меньше что же сейчас пришлось немножко подольше по пылесосить вот друзья я буду прям всем советую может быть даже здесь мир провести такой эксперимент хотя ну с детьми это конечно совсем жестко и понюхать вот это вот то есть это ну я не знаю что это 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 просто ужас реально да можно попробовать сдать это на какую-то экспертизу и ну хотя бы таким образом тоже привлекать внимание вот к этой проблеме просто для того что побольше людей это видели побольше людей ну как то вот короче ой что то там случилось побольше людей делали посты вообще ну короче как-то активно участвовали в своей жизни или сваливали отсюда я даже не знаю вот на шара маш да там как бы у нас фиросплавы строят ты чё какое шара надо ехать куда ты не знаю калининград с нами да нет я тут и так на последнем этаже живу думаю что нет кстати сейчас посмотрела в окно у меня с другой стороны дома там вот не видно стоит автобус ну такой микрик там экологическая экспертиза написано я не знаю что они там экспертизируют вот что там они просто проедают деньги наши просиживают короче ребята ну в общем все что хотела сказать страшновато было честно говоря запускать первой прямой фирмы потому что я извиняюсь антон заткнись извиняюсь вот еще раз смотрите вот вот эти вот мы дышим и это я вам кстати хочу сказать что это у меня очень стрёмный пылесос ну то есть он уже старый у него мешок давно не менялся он очень плохо тянет и и и и ну короче вот так то есть это будет более мощный пылесос но это будет вообще просто трэш вот всем еще раз показываю не знаю сохраню свой прямой эфир распространять это как-то ну пока что я ставлю тег пылесосим небо больше ничего не придумала вот вот как то так короче я уже не знаю как с этим всем протестовать попробовать по пылесосить смысле ну попробую будет кстати очень интересно в академии вообще я призываю народ во всех районах это пробовать мне было бы интересно если кто то есть из москвы там из других городов чтобы тоже попробовали вот эту тему мне просто интересно какой будет результат вот и лишь я считаю вот честно но я как бы такая ленивая жопа я считаю что это нужно делать вообще не знаю каждый день ну раз в месяц это просто минимум мы должны выходить мы уже увидели конечно это смешно звучит том что бояться не бояться но вот сколько на митинге было народу да немного совсем это были кит мамочки в основном с детьми бабушки там несколько парней и сколько было ментов то есть люди говорили про несколько автобусов с росгвардии которые в тонированных автобусах сидели автозак там был подготовлен то есть ну соответственно для них это что значит хотя я не знаю чего там они боятся никто не шел в общем-то громить краевую администрацию вот ребят я как бы за за то что прям вот в одиночных пикетах участвовать за это ничего никому не будет вот ну что приятно было вас тут увидеть приятно было встретиться да ириш конечно боятся и поэтому именно поэтому я считаю что до выборов просто обязательно надо попробовать еще выходить просто вот в обязательном порядке татьяне просто сейчас у нее аккаунт кононова к сожалению не помню там еще какие-то цифры поищите в инстаграме тане просто огромная молодец которая организовала митинг 12 февраля вот что хотела сказать да она молодец что на это организовала и я считаю что еще нужно это все даже не организовать просто собирать людей потому что нам всем это нужно ребят пока мы все не свалили мы еще не свалили мы же пока еще здесь кроме рыжика которые уже в питере вот ксюша кстати пробую в питере произвести такой эксперимент как-нибудь меня отметь или что-нибудь такое вот в общем да пойду дальше собираться на работу очень было приятно всех вас видеть эфир сохраню показывайте его друзьям делайте ссылки сами делайте вот такие акции абсолютно любые и распространяйте их в сети всем пока